Здравствуйте, друзья! Вы находитесь на канале магазина самогонных аппаратов Колба. Меня зовут Руда Сергей, я руковожу обучением в нашей компании, а также веду для вас этот YouTube-канал. В данном ролике хочу раскрыть тему двух трехдюймовых самогонных аппаратов. Это у нас Люксталь 8М и самогонный аппарат Домспирт 2. Множество комментариев я встречал на эту тему, постоянно на них отвечаю. И пришла вот идея записать такое вот видео, в котором мы разберем сходство различия трехдюймовых аппаратов Люксталь 8М и Домспирт 2. Сравним их между собой, решим какой кому лучше подойдет, рассмотрим их сходство и различия, выясним у какого из аппаратов больше функционала, посмотрим каким образом эти аппараты можно прокачать. В общем, цель такая, сравнить между собой Люксталь 8М и Домспирт 2. Никакой из них конкретно мы не хотим вам отрекламировать, потому что у нас в магазинах продаются как Люксталь 8М, так и Домспирт 2. Поэтому лично мне, как человеку, который использовал что один, что второй аппарат, абсолютно фиолетово какой из них вы купите. Единственное, что для меня действительно важно, чтобы вы не разочаровались в своей покупке и не сделали неправильный выбор. А какой из них вам продадут в магазине, меня уже, конечно, абсолютно не касается. В первую очередь, хотелось бы рассмотреть сходство этих двух самогонных аппаратов. Они очень похожи между собой, действительно очень похожи, но если вы их увидите вживую, то вы сразу поймете, где Домспирт 2, а где Люксталь 8М. Итак, эти самогонные аппараты полностью схожи в плане Куба. Единственное, что на них отличается, это гравировка. На одном из них написано Люксталь, на другом Домспирт. Крышки немного разные, но они обе купольные, во-первых, а во-вторых, обе устойчивые, так что колонна просто, ну, мертвая стоит, она не ходит ни с стороны в сторону, как в более дешевых аналогах. Все-таки здесь крышке нужно держать трехдюймовый самогонный аппарат, он, естественно, тяжелее будет полностью забитый насадочной частью. Поэтому они чуть-чуть разные, но различий в плане функционала и в плане внешнего вида практически никаких. Оба Куба изначально на 37 литров, это такой вот объем новичков, новичков тех, кто покупает трехдюймовые самогонные аппараты. Но, естественно, вы всегда сможете докупить на него увеличитель Куба на 20 литров. В наших магазинах они постоянно в наличии, покупаете увеличитель и просто увеличиваете Куб еще на 20 литров. Вообще на заводе Люксталь экспериментировали и делали вроде Куб 117 что ли литров, ну, вот как-то так. И оно работало, так что не смотрите на объем Куба, вы всегда можете его увеличить. Также из сходств оба этих самогонных аппарата работают по жидкости, то есть у них есть узел отбора по жидкости, есть доохладитель, есть игольчатый кран, который, собственно, регулирует все это. Ну и доохладители, которые к ним подсоединяются, тоже плюс-минус одинаковые. И тот, и другой отлично выполняют свои условия, и тот, и другой отлично все доохлаждают. А, ну еще их объем, они оба трехдюймовые. Ну, а, соответственно, раз они трехдюймовые, значит и мощности, подаваемые на эти самогонные аппараты, будут одинаковые. На первом перегоне самое максимальное, которое вы только сможете в него дать. А на втором перегоне он работает примерно 300-3400 по киловаттам. Это уже у кого как, у всех разные нагревательные приборы, поэтому здесь вот такой вот разбег. 300-3400. И на этом, пожалуй, сходства этих двух самогонных аппаратов закончились. Теперь переходим к различиям. Различий их действительно много, именно такие принципиальные различия. И самое главное различие в этих самогонных аппаратах для меня, что Люксталь 8М имеет насадочную часть из СПН, то есть туда засыпают СПН, ну, либо, по вашему желанию, вы можете забить туда РПН, пирально-призматическую насадку или регулярную насадку Панченкова. Что же касается самогонного аппарата Домспирт 2, здесь насадочная часть состоит из тарелок, в зависимости от комплектации. Сейчас на сайте у нас две комплектации. Это 6 тарелок из меди, либо 18 тарелок, 12 из которых нержавейка и 6 из которых медь. Так что, как еще одно отличие, можно выделить то, что самогонный аппарат Люксталь 8М, он только один. То есть это одна комплектация, нет каких-то литражей других. А что касается самогонного аппарата Домспирт 2, здесь несколько вариаций, которые различаются, ну, которые порядочно различаются ценой. Но здесь тоже все понятно, будет и очевидно, когда я расскажу, какая из комплектаций сколько стоит. Также различные здесь охладители, которые на втором перегоне служат дефлегматорами, на первом перегоне это просто холодильники. А что касается самогонного аппарата Люксталь 8М, здесь у нас он кожухотрубный, в самогонном же аппарате Домспирт 2, здесь у нас холодильник Димрота стоит. Такое вот вроде существенное, конструктивное, действительно отличие. А также холодильник Димрота считается более производительным. Но есть большое но. Холодильник от Люксталь 8М кожухотрубный, и он удовлетворяет полностью всем требованиям этого самогонного аппарата. Не знаю, сколько вы можете мощности в него подключить, я думаю, что можно подключить туда пару тенов, еще и плитку подключить. Ну и скорее всего этот холодильник справится с такой мощностью, но по факту никто этого не делает. И кожухотрубный холодильник отлично справляется, и холодильник Димрота отлично справляется с подаваемой мощностью около 7 кВт. Как правило, самогонщики, которые гонят на 3-дюймовых самогонных аппаратах и гоняются за скоростью, ну не больше 7 кВт туда дают. Во-первых, не каждая энергосистема в доме или в квартире, тем более если он гонит, выдержит это. Во-вторых, не у каждого есть такие мощности, которые можно туда подать. Поэтому что один холодильник, что второй холодильник полностью хорошо справляются со своей ролью. Так что, несмотря на то, что они разные, в плане функционала можно сказать, что они одинаковые, идентичные. И тоже одно из самых важных различий здесь это цель, с которой самогонщик покупает данный самогонный аппарат. Например, те, кто покупает Люксталь 8М, должны понимать, что они покупают аппарат, который преимущественно будет делать спирт-ректификат. То есть без вкуса, без аромата, без всего. Но максимально качественный, хороший спирт-ректификат. Те же, кто покупают Домспирт 2, чаще ориентируются на то, что они будут делать фруктовые, либо зерновые дистилляты. Потому что тарельчатые такие вот стеклянные колонны очень хорошо работают с ароматами именно. Намного проще будет и легче сохранить аромат. Например, делаем мы какой-нибудь интересный фруктовый, яблочный клеводос. И оставляем, например, колонну тарельчатую на 6 медных тарелок. И клеводос будет действительно ароматный. Что же касается Люксталь 8М, мы на нем тоже можем сделать хороший ароматный клеводос. Но Домспирт заточен больше под фруктовые и зерновые, исходя из конструктивы своей насадочной части. А Люксталь 8М под различные сахарные, ну или вообще из любого сырья, ректификаты. И это, кстати, основная разница, на мой взгляд, между этими двумя самогонными аппаратами. Это цель, с которой самогонщик его приобретает. Также эти самогонные аппараты можно сравнить по удобству использования. Лично для меня, как мне показалось, это вот мое мнение, что Люксталь 8М более удобный. Объясняю почему. Видели вы, наверное, сборку самогонного аппарата Домспирт 2 на первом перегоне. И она выглядит вот так вот. Здесь, то есть, нужно подключить один холодильник до охладителя к другому. Тогда будет максимальное охлаждение. С Люксталь 8М все проще. Подключаем кожухотрубник один и не паримся. Ну и, естественно, первая сборка, самогонный аппарат Домспирт 2 приходит к вам в разобранном состоянии. Вам нужно будет собирать все эти колпачковые колонны. Благо, есть в комплекте ключи. Ну и, по моему мнению, ухаживать за самогонным аппаратом Люксталь 8М намного проще. Он менее прихотливый. Поэтому, лично для меня, Люксталь 8М намного удобнее. Что касается апгрейда этих самогонных аппаратов, то Люксталь 8М вы можете удлинить. Домспирт 2 вы тоже можете без вопросов удлинить. Сделать насадочную часть больше, потому что, хоть и производитель заявляет, что их самогонный аппарат из коробки делает 96,6, либо 96 сейчас, как некоторые пишут, максимально в данной комплектации. Но, по факту, собираем, делаем предзахлебное состояние колонны, получаем 95,5 приблизительно. И здесь действительно не хватает, как правило, ну, хотя бы полметра царги. Так что и тот, и другой аппарат я бы удлинил по-хорошему. На тот и другой аппарат я бы по-хорошему взял увеличитель куба. Трехдюймовое оборудование сейчас уже это не эксклюзив какой-то, это уже не дефицит. И джинкорзины некоторые выпускают, и диоптеры. В общем, все это можно сделать. Так что, в плане апгрейда эти колонны обе, они разборные. Они легко улучшаются, увеличиваются по-всякому. Вы можете добавлять что-то, встраивать свой конструктив, подключать автоматику к обоим этим самогонным аппаратам. Никаких вопросов здесь не будет. Здесь все это делается очень легко, доступно. И самое главное, все можно взять в нашем магазине. Следующий вопрос, это функциональность данных самогонных аппаратов. В плане функционала они тоже практически идентичны. Ну, я, допустим, буду сравнивать Люксталь 8М и Домспирт 18 тарелок, тоже высокий. В принципе, они дают один и тот же по крепости ректификат. Но в Люксталь 8М очистка все-таки будет получше. Но стабильнее работа, например, будет у Домспирт. Именно поэтому насадочная часть тарелчатая, она для фруктовых и зерновых. Тут сложнее пропустить хвосты именно. Вот когда у тебя тарелчатая колонна. Различные бренди, коньяки, все что угодно можно делать на этих самогонных аппаратах на обоих. Ну, естественно, я вам объяснил уже, да, где ректификация, где больше дистилляция. Еще, наверное, есть такая вот фича у производителей Домспирт 2. Вы можете достать половину тарелочек, например, и добавить туда в саму царгу во время перегона какие-нибудь фрукты и делать вот такую вот мацерацию паровую. Я бы не рекомендовал вам постоянно разбирать эти тарелчатые колонны, потому что все-таки это хрупкая вещь, можно и разбить ненароком. А то же самое можно сделать мацерацию, например, добавив фальждно на Люксталь 8М. Так что это вот такая вот маркетинговая фича, которую вложили в Домспирт 2, и я вам, наверное, не рекомендую на нее обращать внимание, потому что вы все равно так делать не будете. Теперь давайте обсудим цены. Стоимость такая, Люксталь 8М стоит 41 тысячу рублей, Домспирт 2 6 медных тарелок стоит 29 тысяч рублей. Это я вот округляю, опять же, вот эти вот маркетинговые 10 рублей, как в Эльдорадо, 999, я это все опускаю, округляю для вас. И вот вы отдадите за Люксталь 8М 41 тысячу рублей, в Домспирт 2 6 медных тарелок 29 тысяч рублей, в Домспирт 2 6 медных и 12 нержавеющих тарелок вы отдадите 40 тысяч рублей. Цены, в принципе, понятны. По специфике Домспирт 2 6 медных тарелок подходят только для дистилляции, ректификации здесь никакой не будет, ну или будет 91, 90, вам, наверное, такой ректификат не нужен. А вот Домспирт 2 6 медных и 12 нержавеющих, да, здесь и ректификация, и дистилляция, вы во всяком все комбинируете. Так что по факту можно сказать, что разница между аппаратами 1 тысяча рублей, но когда речь заходит о аппаратах свыше 40 тысяч, здесь, наверное, тысячу лучше переплатить, если вы действительно больше планируете делать ректификаты. А вот по секрету скажу, 3-дюймовое оборудование больше берут для ректификации. Ну и Люксталь 8М в плане холодильника, например, корухотрубник, как это ни странно, но сложнее делается. Там больше металла используется различного. Также комплектация, например, SPN тоже не самая дешевая вещь. Поэтому разница оправдана, в принципе, разницы, по сути, в цене никакой нет. Понятно, что маркетологи могут рекламировать Домспирт 2, то, что он на 10 тысяч дешевле, но по факту вы получаете колонну 1 с 6 уровнями медными. Так что цена плюс-минус 1 тысяча равная. Но в магазине колба, если вы покупаете на Люксталь, постоянно какие-то фишки, какие-то ориометры в подарок, что-то еще в подарок, какой-то комплект силиконовых прокладок. И плюс-минус там в месяц, но он как раз и на то и выходит, около 40 тысяч. Поэтому можно сделать вывод, что по цене они равные. Выбирайте тот, который вам нужен. И давайте под конец этого видео сделаем выводы. Итак, аппараты плюс-минус равные. Одни и те же мощности, одни и те же скорости у них отбора. Одинаковые кубы, но разные насадочные части. Насадочная часть от Домспирт 2 подходит тем, кто больше увлекается дистилляцией. В тех регионах, где есть различные яблоки у кого-то, у кого-то может быть дачный участок есть, у кого-то может круглый год вообще разные фрукты и овощи идут. Там Краснодарский какой-нибудь край, может быть на Кавказе где-то. Там, да, имеет смысл брать Домспирт 2. Те же, кто в основном занимаются ректификацией, делают хорошие качественные водки, хорошие качественные настойки, тем лучше присмотреться к Люксталь 8М. Потому что даже если вы какой-нибудь концентрированный сок себе приобретете, либо приобретете там 40 килограмм яблок у кого-то, то вы все равно сможете попробовать и сделать бренди на нем. Вполне спокойно, полметра насадочной части, либо вообще прямоток подключаете и вперед погнали с большой даже очень скоростью. Не могу сказать, что какой-то аппарат лучше, какой-то хуже, они просто подходят разным людям. Поэтому выбирайте для себя именно тот аппарат, который подходит вам, и с ним вам будет счастье. И прежде чем мы завершим это видео, хочу напомнить вам о постоянном промокоде от нашего YouTube-канала Колба24, который даст 3% на покупки в наших розничных интернет-магазинах или через приложение скидку даст 3%. Естественно, если эта позиция не акционная, вы получите скидку в 3%, а это, друзья, 40 тысяч, это много. Поэтому пользуйтесь Колба24, для подписчиков нашего канала 3% на весь ассортимент. А у меня все, друзья, до скорых встреч, пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok